Реакция Белоусова на оборонный провал России. На Белгородщине ввели режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Пропагандисты попрощались с территорией Курской области. Про всё расскажу. Погнали! Вот вам короткий этюд на тему того, чем на самом деле занимается министр Белоусов, в то время как ВСУ продвинулись к границам 4-го района Курской области, из-за чего там в принудительном порядке эвакуирует новый райцентр. Белоусов встречается с министром обороны Буркина-Фасо. Напомню, это страна в Западной Африке, где было в 1922 году два переворота, а сейчас власть захвачена повстанцами. И вот этот экономист-оборонец, вместо того, чтобы поехать посмотреть, что же там на самом деле происходит в этой Курской народной республике, решает просто пообщаться с Буркина-Фасо. Хотя, знаете, Путин обеспокоен судьбой Палестины, Белоусов обеспокоен отношениями с африканскими повстанцами. Похоже, именно так и должна выглядеть власть, которая печется о своем народе. Ну вот, что может быть важнее для Путина, чем Буркина-Фасо, правда? Разве что только Вьетнам, Мьянма, Лаос, Мали и Цар, с которыми Белоусов тоже встречался. И вот, наконец, 10-й день операции ВСУ в Курской области. И это российская Седовласка. После многочисленных встреч с передовыми странами у себя там на форуме «Армия-2024», наверное, воодушевился этим всем и решил, что пора. Пора бы и мне, наверное, что-то сказать про Курск и про ситуацию на приграничье. Но сказал он так, что лучше бы молчал. Послушайте. Сегодня проводим очередное совещание по обеспечению территориальной целостности, защите населения и инфраструктуры приграничных субъектов Российской Федерации. В рамках этой встречи сегодня сфокусируемся на Белгородской области. Планируется заслушать план конкретных действий, который подготовлен Генеральным штабом по дополнительным мерам. Речь идет, прежде всего, о повышении эффективности системы управления войсками во взаимодействии с другими силовыми ведомствами и администрацией Белгородской области об определении ответственных должностных лиц, о выделении дополнительных сил и средств, которые будут направлены для выполнения основных задач. Специально не прерывал его заявление, чтобы у вас была возможность самим посчитать, сколько было раз упомянута сложная ситуация в Курской области. Целых ноль. Ноль. Весь фокус внимания Кремлевской верхушки сейчас очень сильно сместился с Курска на Белгород, как вы могли это заметить. И все это небезосновательно. Смотрите, какие две вещи из этого всего выплывают. Курская область прорвана. Более тысячи квадратных километров, более 70 населенных пунктов уже не контролируются Россией. Путин понимает, что тут и сейчас сделать с этим он ничего не может. Банально, потому что некем отбивать эти территории. У него есть срочники, калининградские войска, часть он перекинул с Харьковского направления. Но этого всего крайне мало для того, чтобы стабилизировать ситуацию на такой линии фронта и при этом не потерять кардинально свои позиции на фронте в Украине. Вот поэтому Кремль сейчас и делает акцент туда, где подобная фатальная ситуация еще не случилась. Но, вероятно, вот-вот случится. Путинская пропаганда вообще предлагает не фокусироваться на том, вот оккупированы ли российские города или села, или не оккупированы. Потому что, по ихнему мнению, видите ли, это все не так важно. Во-первых, ложь про 74 населенных пункта. Люди сейчас спросят, а сколько? Я скажу, это вообще сейчас не имеет никакого значения. Вот это не значит, что населенный пункт захвачен. Но это же не означает совершенно ничего для нас, что мы там можем говорить, что этот населенный пункт контролируется нами. Мне кажется, важно перефокусироваться. Это как раз не та тема, над которой следует рассуждать. Наш, не наш населенный пункт. Да-да, абсолютно все равно. Наш, не наш населенный пункт в России. Абсолютно. Но черт возьми, как же важно, наш или не наш населенный пункт на территории Украины. Коротко и ясно про приоритеты Путина и его пропагандистов. Так вот, Белгородщина, на которой сейчас столько внимания. Сегодня стало известно, что в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Только что завершилось заседание правительственной комиссии под руководством министра МЧС Куренкова Александра Вячеславовича. Комиссия рассмотрела ситуацию в Белгородской области, приняла решение о введении режима чрезвычайной ситуации на федеральном уровне на всей территории Белгородской области. Подробно, что дает данный режим для пострадавших муниципалитетов, для пострадавших жителей, мы постараемся максимально короткое время довести. Коротко и ясно. Все по плану. Зет-каналы пишут, что ВСУ будто полным ходом накапливают силы и технику от Харькова в направлении Белгородской области. Пишут только, что армия Российской Федерации ожидает на этот раз и готовится к еще одной сильной попытке прорыва. Хотя, опять-таки, учитывая, что линии обороны российские начинаются, если начинаются, в нескольких километрах от границы, возникает логичный вопрос. Как именно они готовятся к новой попытке прорыва? Ну, просто кадыровцы, они же тоже готовились. Только вот не оборонять Курск, а очень быстро бежать оттуда куда-то в кусты. К слову, об этих тиктокерах. Вчера или сегодня, не столь важно, их командир Аптия Аладдинов сказал официально в эфире российского Первого канала, что да, сейчас Курскую область обороняют именно срочники. И все это, несмотря на все вот эти вот заверения Путина о том, что солдаты срочной службы не будут участвовать в боевых действиях. Большая часть участка нашей первой линии пограничной, она до сих пор контролируется. Как сидели там и сидят бойцы подразделений пограничных войск, как бы оно ни было, те же срочники до сих пор сидят в некоторых частях. И спецназ, то есть бойцы Ахмад Чечня до сих пор находятся, вот эти три ведомства, три подразделения находятся до сих пор на этой линии. Они не ушли, не сдали позиции. Да-да, позиции не сдали. Они просто сами сдались в плен к ВСУ. Как сообщил нехте военный аналитик группы информационное сопротивление Александр Коваленко, с начала операции в Курской области более двух тысяч российских солдат сдались в плен. Что это, если не Гойда? На сегодняшний день мы можем говорить о том, что в плену за неполные две недели боевых действий в Курской области в плену сил обороны Украины более двух тысяч российских военных. Причем преимущественно это срочники. Это именно срочники, которые действительно сдавались в большом количестве, чуть ли не целыми ротами. И в целом это демонстрирует то, что они не были готовы защищать так называемую свою родину. Для них собственная жизнь была намного дороже, и они сделали правильный выбор. Они сдались в плен. Это действительно большое количество, с которым Кремлю придется считаться. Поскольку Крем практически с самого начала полномасштабного вторжения в Украину максимально старался игнорировать вопрос обмена пленами. После того, как игнорировать, ему становилось все сложнее и сложнее, ведь количество обменного фонда рос. Они шли на ограниченные обмены. Например, 90-100 человек. Не чтобы всех на всех обменять. Они ограниченный обмен пленами проводили, но при этом очень часто срывали сам процесс переговоров относительно обмена. Их сторона очень часто срывала эти процессы, и было сложно договариваться. Но сейчас они находятся в куда более невыгодном положении, чем когда ни было. Почему? Потому как одно дело, когда идет речь об обмене контрактниками, одно дело, когда ты хочешь обменять какого-то ценного офицера, и поэтому ты на это обращаешь внимание, ты на этом фиксируешься. А здесь идет речь о тысячах срочников. Тысячи срочников, за которыми не стоят родственники, которые отправили на войну своего, например, мужа, сына, брата, с целью, чтобы он зарабатывал на убийстве украинцев деньги. Каждый месяц 250-300 тысяч рублей пересылал. Получил единоразовую выплату 1,5-2 миллиона рублей. Ну и, конечно же, даже если он погибнет, а в большинстве случаев они погибают в зоне боевых действий в Украине, то их семья получает компенсацию. В данном случае от срочника ничего такого они не получают. Для Украины это прекрасное пополнение обменного фонда. И Кремлю действительно придется считаться с этим. Потому что сам факт того, что срочники массово оказались в плену ВСУ, подняли большую волну возмущения на России. Там мамашки справедливо спрашивают у Путина, когда наши мальчики вернутся домой. Только вот диктатор этого всего явно не слышит. Он глубоко обеспокоен проблемами Палестины. Я Лисоцкая Светлана Ивановна, мать рядового войсковой части 12721-488-го мадострелкового полка. Я прошу все наши власти, я прошу Министерство обороны отвезти всех срочников из зоны боевых действий. Я вас умоляю, сделайте все возможное, чтобы освободить моего сына и всех срочников из плена. Не убивайте наших детей, верните их нам. В боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу. И это еще раз демонстрирует то, что на самом деле стоит обещание российского диктатора. В общем, буду ставить тут точку. Спасибо вам за просмотр. Традиционно призываю вас сохранять холодный разум и продолжать поддерживать украинские силы обороны, потому что это действительно есть самым главным сейчас. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин